всем привет с вами шуха автор канала инкогнито я в гостях у профессиональной команды b8 в которой играет молодые таланты а также легенда доты дэнди в этом выпуске ребята будут отгадывать рейтинг посмотрев реплей своих сигнатурных героев возможно многие догадались что вместе с даней мы будем разбирать пуджей а серега тесы его сигнатурную земелью не будем тянуть время приятного просмотра я готов хочу сказать сразу что было достаточно сложно найти медовых пуджей но мы постарались и данной задачи справились а мы медовых еще искали конечно я думаю это вообще на любую позицию будет я уже так значит наточил свои топоры нет только медовые пуджи то что получается сейчас мы посмотрим за профессиональными пуджами так и получается пуджитами паджерами батчерами да нет тут условия очень простые мы смотрим 3 реплея и везде разный рейтинг начиная 5 500 7000 но это средний рейтинг игры и high ммр игра там восемь девять тысяч ммр практически все пуджи там грубо говоря задроты по тысячи игр плюсов вот там 5000 допустим так вардик такой против ликандропа значит поставил хочет сразу его отдать видимо но не особо опытный вполне тоже приближаемся к пятерочке быстренько сразу хотя такой сет у него что уверенный но в принципе все пока понятно на пятерочку он уже отыграл можно уже было бы и отгадывать но мы еще посмотрим немножко смотри посмотрим интересно все там пошло общение коммуникация есть то есть это уже не похоже на 5 хотя не знаю может она нет ладно вру 5 даже высокий рейтинг 5500 в целом да да титан она грубо говоря только вот титан это по сути один процент игроков ну да еще один к тут покрепам бам бам закуп интересный а по хуку по этом билду там всегда хуку берется или рот например на первом уровне смотря что планируется делать если он на руне там кого-то планировал хукать то наверное хук а и в зависимости от конечно война по так как ли на очень сильной на пыль может ему нормально накидать в принципе хук наверное имеет значение потому что он может ранджей таким образом секьюрить я не знаю это прошлый патч или это последний да все новый патч где хук ваншотает крипов про метро а он об этом интересно знает конечно посмотрите 25 тир даже не 25 а 29 блин у меня 18 зараза такая удовольствие получает потому что в принципе каждая игра ладно в игру конечно не каждая игра на пыль же удовольствие потому что удовольствие ты получаешь тогда когда игра нормальная а так иначе никого убить не можешь заклинание статистики подсказывает мне что многие из вас смотрят наш канал без подписки поэтому я решил разыграть вот этот вот ништяк это дота 2 ручка офигенная все что нужно сделать это подписаться на канал поставить лайк и написать на каком герое вы аппаете ммр и почему а я может быть себе подберу как раз геройчика самый залайканный комментарий получает приз по почте здесь на самом деле очень тяжелая игра для для пуджа и и стилер его сжирает или контроп его сжирает и феникс его лазером сжирает аппарат ультимейт неприятно в принципе согласен очень максимально неприятный пик для поджиросу но и сайленсер может как-то скомбинить получится посмотреть но зато у него есть метовый свен который в принципе игры не проигрывает можно понадеяться на тиммейта купил бутылек принципе логично против лины чтобы очень сильно на ресурсы не тратится потому что блины часто на платочку приходится заносить ну или на какая-то ультра пассивная вот реально похоже на пятерик он прям супер пассивно стоит то есть больше не должен невольно до себя так чувствовать и без крипов но был бы я линый я бы просто избивал бы лицо этого пуджу при любой минимальной возможности а он как-то прямо вот на свой фарм играет на линии отдает пуджу тоже при станем вы на крипах пытался бы выданаивать больше и так далее тут смотри у них по крипам почти ровно если учить не учитывать маленький кем который или на забрал о красивый хук был тут уже все не уже любит я вообще круто на самом деле отыграл респект он еще только принес все по-моему что-то курицы или сапог сапог вроде сапог притащил да сразу хукнул причем так жестко смока завязал интересно попытка номер два шестого не дождался вряд ли убьет вот он еще собирает шестого а теперь внутри вряд ли убьет смотрим да ладно задрот это жестянка но говорит спасибо линии за то что паркова крипов потому что у нее побольше нет ворса больше денег за нее дает еще и пассивку качнет шо будет больше будет но лучше медовод такая редкость на самом деле вот для меня каждый рассмотреть что-то новое для себя узнать алина уже боится мне кажется но это же сильно как он ничего не боится ну ладно примерно восемьсот двадцать до но я имею до по силе ты знаешь сейчас и почти льва его она вытягивается 50 процентов просто разница в том что ну пусть пусть будет там 40 на 60 либо там не знаю 43 на 57 тип такого ну а с чем это связано это и за рун потому что водяные луны принципе скилл на центральной линии он стеркнул с тех времен как появились водяные руны и баунти на 3 6 6 то есть практически не влияет скилл на ленин приходят герои которые могут спамить скиллами забирать быстро кимпы и плюс маленькие кимпы и очень тяжело выиграть линию или проиграть линию то есть условно как-то или повлияли что твой скилл на что-то повлиял в большинстве случаев каждый выносит свое даже там слабые лайнапы они там выстаивают против допустим представить их водяных рун бы не было ли на вы просто выгнала куджас линии мне кажется ну опять же не это лина но в целом лина не было бы фас боттлов вот этих всяких которые на он бы фаски таскал нетворса еще меньше бы было в конце концов там уже есть была бы разница а так он нормально себя чухать но он убил два раза конечно тут даже обсуждать нечего вообще респект осы жесткий жесткий тип ульт включение пейс сейчас три очень интересных вакансий смм-щик который качнет наш контент соц сетях суперский тип который будет работать с нашими партнерами на осень их уже очень много а также поможет нам привести новых спонсоров а еще ищем тренера по дозе который поможет усилить наш коллектив оставляйте заявки или скидывайте своим корешам все ссылки в описании посмотри как ты будешь готов и определишься с рейтингом ты можешь сказать мы остановим и будем вырубать уже следующий реплей но суть такая еще это не окончательный ответ когда ты сможешь все три реплея ты сможешь поменять свое решение например а может отдавать давай попрыгаем по времени давай на минуту в принципе ожидаемо вот просто посмотри насколько не решают кивы можно сказать чуваки ведут 12-4 и по нетворцам они узают насколько решает все-таки просто сейчас лес бить крипов в лесу по сравнению с убивать героев какими-то аутплеями и так далее мне кажется это вот то что в доте нужно менять как раньше было за киллыша много давали экспой денег да я не знаю насчет как раньше и так далее я не жалуюсь я в целом говорю что просто майнсет должен быть такой что игроки играют против игроков и аутплей майнгеймс и так далее должна вознаграждаться куда более чем пвешный гилд лесных крипов которые не требуют никакого уровня игры не скила ничего то есть не думание а тут получается наоборот как бы это абсурдность немножко да он старался что-то здесь переигрывал а по итогу в любом случае ребят у меня 7 килов извини меня но он летит по нетворца чуть ли не после всех и чуваки против там ведут жестко так но тут для пуджа мне кажется почти unreal game я не знаю если это своим как-то потянет и ему армор нужен без армора эту игру не поиграть хотя с другой стороны из-за лазера наверное бкб ожирали кстати он лазер на брони не взял ты знаешь я тоже практически никогда не беру мне кажется слишком крутой этот левый талант чтобы его игнорить в замедлении он слишком крут а эти четыре брони они супер большой картины не делают хотя для пужа любой армор делает картину у него слишком маленький армор базовый так ну что давай посмотрим эту драчку такой мув на троечку со смоками уже мне кажется рейтинг резко поднялся скажем с 5 до 7 интересно опа ничего себе нашел получается они как-то разворачивают потихоньку до дать неплохой вроде за счет сайланса они могут любую движку развернуть и начал а можешь можешь ускорять потихоньку до каких-то движений кислотом клешном от нем например ухты и омой как его на секунду стерли заметь передумал с бкб купил армор да ну пуджу здесь очень тяжело это вообще драфт не для пуджа но как мы и рассчитывали свой разобрался но не парад на икса да я так понимаю и не нормально нормально и он и наикса должен нарезать он шардом 14-го выдмейл блинк она свена я хочу понять может даже по другим героям что это за рейтинг или надо именно можно можно конечно но в целом по игре смотреть что среди рейтинг пытаемся вычислить блин ну сложно сказать как-то они более-менее дисциплинированно играют это больше похоже на какой-то повыше чем 5 хотя кто его знает может на 5 тоже так шпили но могу остановить яснее картина когда ты посмотри другие реплеи пока мы можем сделать заметочку здесь условно постоять сколько 7 7000 это у нас второй реплей получается немного ускорим о пожили на есть да тут тоже пушка и на глазами игрока тут уже гранд мастер ёш матрёшка это какой-то убытца закуп кстати по-моему немного другой без топорика хотя топорик на пуджане урон вроде большой да на медову или это обязательно и магнус 25 не топорик да и обязательно и вообще абсолютно я например на миде наоборот его скипаю да и на легкое его скипаю у него огромный урон это на хайранг похоже на 9 плюс уже по-моему по всему ну давай чуть посмотрим я я стараюсь обычно на такие вещи не реагировать чтобы не спалиться потому что они могут уже что-то выдать сказать и не спалить а у них добыл мид слушай добыл мид ну хрен знает ушел просто помощь инвокер пятерка это уже ладно возвращаемся на 5 к короче чё за интересного по линиям смотрю это вроде нормально но чё инвокер пятерка не поделили как-то или что интересно посмотреть насколько это линок будет уже стоять против пуджа потому что в прошлый раз мы помним что он не особо зонил или как-то там дискомфорт устраивал может в этот раз как-то посерьезнее будет но здесь мне у пуджа закуп нравится такой видно что закупился против линной которая будет драть ему задницу а прикинь я наговорил на пуджа у него было 9 а здесь я такой хвалю а у него 5 да я уже я понимаю что значит попадая попадая вы думаете мне отвлечь техисом нет я сотрю тут уже с антричок вов снизу of сверху то есть все фул контроль над пуджом вражеские на карте уже видел там опс там опс тут кстати выход в голый хут как я понимаю они вас он купил слоу ринг будет обузить куда вновь у кино нейтральных репов слушай мне вот нравится вот обузит эту новую фишечку имеет дополнительный фарм конечно ли ну не обогнать невозможно но в целом он больших крипов собирает это круто меня даже может есть идея не знаю ставить вардик так что видеть этот большой кемп и кидать только в больших и стакать его экономить интересно то наверное он больше сможет за минуту кинуть руков чем я говорю да то есть он может в любом случае ты мечта зафармить этот кемп из двух но чисто на свой фарм играет вот лишь маленького вытянул неприятно ли на тоже чисто на свой фарм играет не пытается ничего сделать об катапульта ну а будет эту фишечку в отличие от прошлого пуджа по полной и с насчет снова кимпа тоже кстати об этом даже не подумал что так можно сейчас да при этом но не маленький а именно большой побольше было не 0 и на все равно больше потому что этом героя особо ничего не надо уметь о хороший не знаю так так на линии нельзя играть ночью против уже он не имеет права реку очень пересекать то такая критическая ошибка себя сильно поверил видимо хотел мелких вражу систем зафармить его наказали пока сложно что-то тоже понять особо больше похоже на х ммр ой как его задули душу со всех сторон просто все правильно делают так ему надо не забудь поставить лайк и подписаться на канал комментариях конкурс и вообще не боится питался дэмэш никто не реагирует команде у магнуса уже блинк по-моему дай на 10 капец вагнус на блинки есть но в целом я вижу что все три линии проиграли рейдинг им сложно но я имею ввиду по надворцам летят вниз точно печалька сверху понятно там течка и никто не реагирует кстати на пуджа из команды когда пукает кого-то стать у него гадим появился это серьезная тема так понимаю на это супер эмба на самом деле это минку него боли и не это я сразу героя превращает на x3 силы даете на это точно это 9 плюс 100 в рот я слушаю вот наверно с таким огоньем имеет смысл интернет шрауду брать новая шмоточка которая дает серии гены ману да да это супер тоже круто но крыло тоже хорошо потому что мы спит у пуджа это самая большая проблема в принципе это самый важный скил не стил атрибут для игры датами что-то передвижение похода не выиграют эту игру развал как ему нужно быть потому что для пуджа это хорошая игра и на техис и ничего нету практически у до их из них против техиса 32 милишных коров для тех сайт и еда для сварка то и для магнуса тоже то есть это все три героя очень хороший бродит милишных коров да и для пуджа тоже вот остается 1 лина алина в принципе мне кажется не перебьет это все ее там кукнут сломают позиционку и так далее поэтому это хорошая игра для пуджа вылезет он хорошо все сделал поэтому да уда уда в оске у билда потому как он на линии стоял ранее гоним в принципе мне нравится что он делает но и команду у него тоже играет против стекса это девять плюс образа но у нас третий путь третий реплей у всех как я заметил раза я заметил да эти же значки dota плюсов но вернее командам болельщиков да значит я ошибался получается первый был 5 2 7 а это будет 9 да наверное знаю не знаю в целом сету пуджа маска с моего сета это хорошо респект ему думаю это какой-нибудь крип или какой-нибудь не знаю роджер ну но что еще хотел сказать не все пуджи прям задроты ну по сету видно кто не задрот скажем так пуджа интересно я просто не разбираюсь чисто мамин путь выше сын-то приехал говорит сын маминой подруги тупо на пуджи оп пошел в крипто от хорошего не 855 динаев значит про игрок добивать умеет на пуджа первый раз играет кучу шучу так но хуки не юзает да на средние кимпы а тут и негде получается за рейдинг путь намного круче чем задать да здесь далеко бежать получается таким запомнили себе пометку так медовый путь только за рейдинг даня записал надо будет по-любому про по проводит страту да смотри по разменивать судя по тому как играет темп варка я вообще не понимаю реально не ну вроде нормально у него по крипам на темп варке не буду загонять все-таки у пуджа огромный бэйс дэмэш он может там поначалу подгновить чуть удали он приперся мне непонятно поссорился с бисмастером или что бисмастером сказал уходи здесь делать нечего или он с легкой линии стартанул я хрен его знаю я тоже проглядел этот момент но что-то сложно сложно отгадывать опа спас своего хотел убить конечно леона но заметил что все рот могу макшивает у что-то 2 оставляют броняет грамотно тоже против темп варочки центрячок на трапы я видел что как темп арки играют против милишников просто берут мэлт на первом уровне и там уже так неприятненько не знает наверно уже старая метра в прошлом патче так было ну да против пуджа наверно тоже конечно берешь мало ты разваливаешь кабину я поэтому говорю немножко странно выглядит можете отчета не понимаю я что-то просмотрел просто забанда него линию против милишника который он может мне кажется шума мог бы насиловать но вот пущество спокойно себе стоит фармит всех крипов абсолютно здесь игра для пуджа средняя бисмастер неприятен очень хотел в каждой игре практически нормально так подгнобили по уровню очень сильно опережает имплата она рома 6 уровня он уже почти 8 не знаю все три мидера против пуджа какие-то непонятные собачки есть такое не душат не душат вообще спаки наделал котел для соперника наверное для там парке вот сделал ротацию неплохую суши но это тоже на 79 выглядит не знаю на темп парке чувак реально на пятерик играет а целый лет на 7 день а прикинь потом смотрим а на темп парке да не играет я думаю ты в свой реплей сразу узнал почему потому что я уже пытался такое делать все моментально в течение двух секунд узнают свои реплей какая-то качеля на миде невнятное вообще непонятно темп парка просто пошел сдох на темп парке это покупатель аккаунтов реально вполне возможностей вы тут не подумайте это все субъективное мнение короче если такое сразу страхуемся до 1 игра не пошла всякое может быть но не душит не сделал то чего мог бы сделать ну активная игра какая-то туда-сюда драки постоянно хорошо ругается а вот и друг который контрит пуджа мистер диск мастер нравится выбор артефактов он все физан там три физовых коров на играть тяжелая для дар у них практически 0 тимбайта их тут точно сотрут я не знаю должно чудо какое-то произойти сложно конечно какие-то по ощущениям но 7 9 опять же выглядит не выглядит это на 5 вот первая игра выглядела на пятерик по геймплею по всему первой игре это там пудж был который просто таки нейтралов не бил просто качался по разукнули на убил он круто на пуджа играл базару нет но в целом просто игра не выглядела на хай здесь вообще непонятно еще происходит это тоже 5 7 ворду вообще ничего нету короче это точно не выше 7 но так не играю на темп варках и прочее не верю темп ларочка тебя смутила да в общем решение пошла чале ты был уверен что здесь и повниженного и по драфту какая-то херня в принципе по драфту я вообще не удивлен что происходит я не знаю как так еще мог можно драфтить на 5 7 так могут люди драф вообще безумно просто я хочу на этом поиграть и все и понесла так ну давай ладно это 7 предыдущая 9 1 5 здесь мы ставим 7 предыдущие 9 1 5 да да угадаю когда и до него когда еще такой вопрос задаю это окончательный ответ ну куда деваться да это окончательный ответ хорошо так но все тогда раскрываем все карты получается это у нас самая high игра но тут же некий за сейчас я поставил мистер уверенность актона парочки темп лар очки не снова я видим . просто так братишка рыбарит и хорошо играл не обращай внимание сыгрался четко мы их не знаю кто это хорошо играл вообще не разручаю внимание оказала лишнего не подумал на дальнюю не без тут тут я сразу понял что это кто-то кстати она на джессу и подумал если честно я сразу сказал из-за значков скорее всего это хоть на играть я смутила потому что там парочка не смогла что-то сделать там мучила ну кто так играет на темп варке вот так играют ну конечно мотива там человек либо в ультра тите каком-то сидит либо что чисто из-за нее и так и подумал ну и плюс драфт и вообще не писаю как так можно на драфт отвратительно окей ну вот смотри видишь это же сразу из-за разброса рейтинга такая игра ну да да согласен тут уже относительно 7 ниже 800 а там два человека за тысячу где справедливо средний рейтинг грубо говоря 8000 может плюс-минус даже чисто на моем катают ладно врук конечно в общем предыдущий это 5 500 1 реплэйта 7000 самом начале все было четко 1 1 реплэй ты отгадал то есть дал 7000 я думал сейчас дальше пойдем стопроцентно это еще то в конце сказал ну тут 9000 транса эти значки тогда ледовым блин это уже никак не скрыть сто процентов он спалил а потом локом парочка помогла нам так ну вот это 5 правильно это дали 5 левкан в пати играет наверное какой-то хотя не знаю ребята вот титаны и 5 500 в общем тут средний здесь они жестко реально катали красавцы респект и уважуха по красоте все спасибо слышали было вообще очень круто мне понравилось короче ребята ну вы поняли старался но не зря мы реплеи такие подбирали непростые непростые чем да всем спасибо ребят всем пока ребят следующий гость у нас серёга tsa саппорт четвертой позиции команде by 8 можешь рассказать себе пару слов привет а данный момент у меня 9 300 ммр и хожу в топ 200 игроков европы серёга у нас сейчас будет отгадывать свою сигнатурочку получается земель у тебя единственная сигнатура какая-то или это самая топовая но он у меня 300 лэвла дата бафе и очень много обственных героев люблю на нем играть рейтинги такие 5 500 средний рейтинг 6 500 и 8000 плюс то есть хайвамер игра но пока это похоже на чё-то типа 5 500 потому что он против зимнаута веном купе на линии мосдумом стоять скорее всего они должны нажраться на линии что он просто должен был выпуливать пачку вторую здесь они стоят ли не я посмотрю что он будет делать то есть вторую патч второй патч выпалить взять по второй левел по фасту и уже двигаться по карте но здесь может выпалить вторую пальчику и сразу сделать действие на мид разменивается на невыгодно для себя ну конечно куда это не выше 5 500 это минимальная но все все как и сказал оценишь его действие не нравится да тебе то что не нравится вот он левел один он тпшится в мид и просто ворует экспу ой чудесным образом дотянулись даже хорошо получилось что-то у нас выход в урно получается масочка да да а вот против такой линии что нужно брать на первом уровне изначально можно второй можно первый первый это в тех случаях когда нужно рейнджа брать а у хардлайнера нет возможности да это сделать безопасно но да он смог должен был купить раньше ты можешь мог это раньше ты смог покупал на первые деньги потому что вначале смот два смока и не куда он уходит сейчас это конечно не обязательно а сейчас как то есть все смоки накапливаются то есть больше двух сейчас в начале игры их два но максимумах 3 пока что и действие ты его оцениваешь средне да грубо говоря пошли где-то что-то он смог но вообще не так плохо но убили джиггернаута разок и миди 2 раза убил даже левел один за гангой смог на краешком дотянулся так что у нас дальше будет смоки поражали а все 6 леона они могут его убить на самом деле будь у него сайлент они в убили намного раньше возможно даже никого не потеряли бы слушай а вот еще хотел узнать всегда ли ты макс первых спелл например на земле и не мне вообще не нравится я 1 оставляю 2 на четверке и когда приходится мид играть оставляю 1 в 3 на миди и с аленс макс потому что ну ты на восьмом левеле у тебя когда в 4 первый скил и с аленс ты героя держишь контроле 5-6 секунд и ты можешь соло убивать героев даже или списать ним просто очень контроль а да да ты можешь скатиться джиггернаута потом дать ему с аленс потом еще раз катиться да это жестко смотри еще он сапог купил сапог пальцы как чада тика не нравится что он от мой то весело а так после весело тапаешь стик драки 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 смотрим общую ценность это часто классика земля особенно ум но даю много сантрей покупал целом это нормально и так плохо а что вот например против после весла вот сапог стики весел допустим у него что дальше бюро ты явил что там bkb курашу и пока бпп здесь целом бкб хороший только ты поешь танки вы когда вы как бы делаешь она же вообще не фармит у него он 14 скрипов бегает какие-то действия это мать и трактилы центре тратит просто так когда у него старт тоже причем сарку рядом вот он взял солен мне очень нравится его билд рим очень но вообще в целом есть два игрока в снг на земле которые играют через машины 1 всегда им это нравится мне это просто не нравится и мершин сколько помню всегда играть за машина первым и за это же ну ты тестил те не понравилось нет еще и корей а и так всяк играл ну да у тебя 30 ран ты говоришь понятно что игр много опять взял просто акцию потратил пар как бы неплохое поставил зачем вопрос слишком глубокий для до такой ситуации ну да кон информация собирается получать я не очень понимаю такой вартер на можно поставить когда будешь ты один сломали собираетесь там куда-то садись идти до пушить мой ли я и я ты я даже не могу представить о просто очень мало до массы из-за его плюсов то что она вряд ли сломка сломает остальном вот он тоже бкб делает а по пикам вообще как шансы оцениваешь то у них все хорошо все играбельно давай будет 5500 пусть будет 5500 а когда играл последний раз но на пяти шести тысяч было ли такое в последнее время слушай я проходил путь с 3 до 9 800 у меня максимум было я это все проходил 3000 да да я на 3000 откалибровался но я дота играю серии 2014 года это у нас второй реплей вот но это тот закуп который я говорил тут уже побежали поставили опцию него тоже в руке он видимо тоже хотел это 8000 плюс почему потому что они прошли в смоках сразу поставили хайграунд варты здесь чекаются все ворды бы сразу забежал заблочил маленький кэмп на медиа центре в смоке ты прям уверен да уже в своем ответе вот да посмотрим чуть-чуть а мы же решишь что на такой линии нужно сделать здесь тоже нужно выпуливать и брать 2 мне здесь можно стоять пачки даже хира драться взял он первый спел а папа двое камушком прокатил сейчас он будет бегать за джекеру главная задача его не дать вывести как-то крипов да так понимаю да 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 камень по двоим снова пока все очень хорошо делает вот видишь сразу смог купил а что такой пинок короткий но 1 потому что может быть пол лишний потому что пачка все равно в них идет всем огромным где плащи подвышками постоянно смотрит и ищет опцию пока тебе его действие нравится с убил да да супер уручи спасу так и говорил на четвертом сайланс он взял получается в 2 взял болдыр и сейчас должен максить свой то есть первый спел волдыр смеша сейчас теперь должен максить сюда может макси 2 еще ну мод можно в 3 взять 1 и если это и иммершн то будет макси 1 как раз таки 5 2 счет во всех киллах поучаствовать два раза умер то он хороший геймплей ко мне 5 ну то есть контроль ко мне это тоже даже с опыта приходит по что часто вижу что вот у многих 0 сейчас такой кайф что вообще можно в этом сильно не париться они очень быстро ресса и два раза подняли и у тебя камни почти всегда а тогда раньше если ты хороший распирит это значит что в десятой минуты у тебя нет камней ну то есть уже сто процентов уверен что это хаймэр игра и я 200 процентов уверен так все третий реплей я врубил а какой план вот например у тебя был бы сейчас в данной игре вот с паком ты стоишь например против такой линии тоже стоять в пачке делать так чтобы детраптор нажимал в меня первый скилл а не в пака а пак просто бил сларка то есть делать так чтобы детраптор бил тебя а не пока но из методики не тоже видно когда тут стоит камень и закручивается на тебя то есть она в тени даже видишь как ставится камень можно спалить или это же по фикси нет не таких или можно увидеть поэтому ты должен у последний момент это тёпкать нажимать на то есть и закрутился и перед тем как полететь ставишь камень чтобы да да но и при debuted от того как у него камера стоит потому что у может быть просто камера сайта так что он не видит даже этот камень там двойной штат вроде сделали да неприятно на самом деле это странная что думаешь пока что на сейчас катился лишний раз вроде нормально действует на умника он суринг прожал попа еще урна приятно вроде перед смертью сбросил урну чтобы обновить и перед смертью сайлансеров кинул на него да да ну для демоджа кинул и ноль заряда встал но пока прям грустно все оксала на четвертом кстати нашел лобс и весь эта фишка перейти когда ты вот такой сайленс и сайленсер получаешь ты сразу сначала камень ставишь перед собой потому что когда ставишь камень не срабатывает а потом второй скилл интересно то есть чтобы закатиться далеко и быстро да потому что если ты закатишься у тебя сработать салаты не сможешь поставить камень дизраптор по полной так вот и помнишь до первым реплею ты дал получается 5 500 второму самый высокий рейтинг покупаешь ли ты вообще и улана спирита да да это как дополнительный контроль плюс вот салисера хорошо помогает противная сталкера это лучшая шмотка на самом деле она сталкивая сейчас мети до часто его пикует а то сильно металл него там талант на 50 урона 300 урона на 15 и ночь очень длинная насколько я помню но ночь не супер длинная но нормально он просто он очень сильный там не сбил через саблю потом ты за саблю разбираешь бкб покупаешь и потом еще раз ее собираешь темпово сильно так кстати что по талантам может сказать для зрителей которые будут смотреть может дальнейших он так получается у нас да право как правый левый правый до 25 дела обычно не доходит там ситуация где я люблю танка втором здесь тоже как бы хорошая игра может быть я флой ошибся даже в какой уж ты возможно и здесь да там хаймер игра да но хорошо дед действует на спирите и он очень много смотрит на карту на самом деле это тур спирит мало на карту смотрел как и шмоточка вот это новая нравится вообще которая прыгать вперед так это просто странно что такие шмотки появляются и нос на и сталкер с огромным уроном подъехал да да на земле на самом деле тяжело играть кстати а почему ты говорил что восьмой левел супер важен в земель это за макси со второй то есть ты можешь дать 2 как ты говорил сайланс побить еще раз вкатиться да 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 а сколько секунд примерно контроле выходит такой вот как раз таки с таким залетом 5 секунд 5-6 секунд и чем больше ты мастер сайланс тем больше получается контроль да я думаю уже все в целом ага окей давай тогда остановим запись и я тебе напомню первому реплею ты дал 5500 предыдущему ты дал сам максимальный рейтинг и сказал что возможно это крит то есть 8к плюс да и этому реку это 26500 правильно понимаю ничего не меняем нет хорошо теперь такой вопрос который задаю всегда насколько ты уверен своих ответов на 40 процентов 6070 ну все тогда в таком случае раскроем все карты так это у нас получается ты дал здесь 6500 но здесь здесь 5500 средний рейтинг как ты наверно уже догадался с хаймэром ты отгадал два других реплеи ты перепутал там где разница в 1000 мр 5 500 6 500 в принципе разница мне такая прямо большая поэтому ошибиться скажем так не грех но насчет хаймэр игрока сейчас посмотрим кто это был это в но это точно не крит и это вроде не про плеер а что это марлин это 240 ранг да да но это марлин 8 это марлин это марлин да это марлин да но хорошо играет на земле 8к слояр поэтому какие дела слушаю ну справиться отлично практически все отдал но скажем там тысячи рейтингом реально служил я дистанцию я вот только была замешательстви как раз таки на 2 игре что он слишком мало на карту смотрел для крита поэтому я просто такую теорию выдвину пустой деймплей похож на он просто некоторые мало смотрел на карту поигре крит очень много смотрит на карту по игре но то есть на опыте уже по реплеям тоже в курсе да кто как уже играет но я очень много реплеев крита смотрела очень очень много его стримы смотрю Могом у него, так сказать, научился. Высочайший класс, конечно, да. Так, ну слушай, в любом случае, тебе спасибо. Мне и тебе. Я думаю, зрителям понравится и много нового они узнают. Всем пока. Всем пока. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и участвуйте в конкурсе в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok